Анна, устойчивое развитие в метро Кашинкаре. Как это происходит и насколько этот процесс отличается в разных странах? Устойчивое развитие это не функция, это даже не цель, это фокус внимания. И мы в метро верим, что устойчивое развитие должно быть фокусом внимания каждой функции, каждой области деятельности компании, в которой бизнес оперирует. Соответственно, классическое представление целей в устойчивом развитии формируется на базе целей устойчивого развития ООН. Это 17 целей, которые были приняты ООН и которые реализуют нашу устойчивость в долгосрочной перспективе. Чтобы оставить нашим будущим поколениям хорошую планету, мы должны что-то делать уже сегодня. И как конкретный разный бизнес меняет свою операционную деятельность, чтобы соответствовать этим высоким, но с другой стороны очень прикладным целям, это очень сильно, конечно, зависит от страны, от локальной повестки, от масштаба бизнеса и от индустрии. Метро, в частности, занимается тем, что интегрирует все 17 целей устойчивого развития ООН в свою бизнес-среду. А это большая ответственность. Это означает, что все подразделения компании так или иначе работают на цели устойчивого развития. Если мы говорим, что это фокус, внимание, то все, что делает организация, должно как-то мэчиться с этими целями. Так вот, мы пошли по пути, когда все операционные направления так или иначе участвуют в реализации цели устойчивого развития компании. Это один пример. Бывают компании, когда это реализовано иначе. Например, когда в компании вводится определенный департамент, одно лицо ответственное за проекты в области устойчивого развития, оно их инициирует, пушит, дальше показывает некие результаты, вовлекает все остальные департаменты в то, как это делается. В компании Метро за это отвечают все сотрудники компании. Все сотрудники отвечают за устойчивое развитие бизнеса. А это как-то прям прописано или это условно какая-то корпоративная политика просто, которую вы так ненавязчиво сотрудникам продвигаете. Либо это прямо вот в должностной обязанности прописано, что вы должны, не знаю, там стаканчик из-под кофе не выбрасывать и доносить его там до пункта переработки. Как это происходит? Нет, к счастью или к сожалению, в должностных инструкциях у нас не прописаны нормы поведения этического и устойчивого. И мне кажется, оно так бы не сработало в любом случае. С одной стороны, никто из нас изначально не нацелен на то, чтобы делать вклад в природу, в окружающую среду, в социум, в экономику или в какую-то другую повестку. Мы все немножко эгоисты как люди. Мы живем с точки зрения собственного комфорта. Но чем больше компания рассказывает своим сотрудникам, что означает устойчивое развитие, какой эффект они могут привнести в бизнес, в нашу жизнь, в нашу среду, как сделать так, чтобы жизнь после нас была лучше, выполняя свои прямые функциональные обязанности, чем больше мы про это говорим, тем больше сотрудники задумываются, тем больше они осознанность в своей жизни и деятельности проявляют. И таким образом они вовлекаются в этот процесс, как вы сказали, не навязчиво, но, на мой взгляд, скорее осознанно. То есть мы это делаем не из-под палки, не по каким-то целям, KPI и пропаганде. Мы это делаем, потому что целями устойчивого развития прописана вся организация, и ты так или иначе, вращаясь в этой среде, ты начинаешь думать определенным образом, ты начинаешь более осознанно принимать бизнес-решения, а мы говорим именно о бизнесе, да, а не личной какой-то истории. И таким образом получается, что оно все вместе работает. То есть устойчивое развитие – это ценность компании «Метро», которой занимаются все. При этом основной момент – это, конечно, вовлечение и энтузиазм людей, на котором все это происходит. Как я уже сказала, у нас нет отдельных людей, которые выделены четко на эту функцию, но ответственность лежит на всех. Поэтому все сотрудники в рамках своих функций и блоков так или иначе реализуют эти проекты, а видя результат, сотрудники начинают все больше и больше вовлекаться дальше. Вот смотрите, давайте так, парнем по пунктам. Вот что, допустим, скажем так, за последние пять лет принципиально изменилось в сторону устойчивого развития? Что вы начали делать иначе, не так, как раньше, чтобы быть именно в русле вот этой стратегии на устойчивое развитие? Здесь делаю шаг в сторону. Немножечко есть глобальная стратегия устойчивого развития компании «Метро АГ». Это группа компаний, которая оперирует в 36 странах, в 26 с форматом кэш-н-кэрри. Есть локальные «Метро» страны, «Метро Россия» – это вот одна из частей большого семейства «Метро». Есть глобальная стратегия группы компаний, которая сформулирована в восьми блоках, восьми направлениях. Ну, к примеру, сократить выброс парниковых газов с одного квадратного метра нашего производства или логистической цепочки на 50% к 2030 году. Вполне конкретно утилитарная цель. Также есть цели, связанные с многообразием кадровой политики и инклюзивностью. Есть связанные с социальной повесткой, с сообществами, с отходами, с упаковкой, с осознанными белками, осознанным ассортиментом. Есть конкретный KPI, такой определенный роудмэп, который мы все как группа компаний должны реализовать к 2030 году. И вот, в частности, Россия выбирает фокус из всей этой большой стратегии. Мы выбираем фокус, который актуален именно для России сейчас, именно для нашей компании, именно для той среды, в которой мы находимся. И начинаем делать мелкие проекты, заточенные на большую глобальную цель. Если говорить о том, что поменялось за последние пять лет, в частности, мы внедрили более экологичное оборудование в наших торговых центрах, которое сокращает выработку неблагоприятных агентов. И таким образом мы перевели все холодильные установки ТЦ на более экологичные системы. Мы поменяли освещение и перевели на более экологичные, более соответствующие нормам световые решения во всех торговых центрах компании. Это 93 торговых центра по всей России. Это немаленькие инвестиции. Если брать более утилитарные примеры, мы присоединились к большой инициативе. Это звучит смешно, но на самом деле это очень серьезный топик. Мы ратуем за то, чтобы к 2030 году в компании Метро, в том ассортименте, который мы предлагаем нашим покупателям, кардинально сокращалось количество продажи яиц, кур вне клеточного содержания. Есть счастливые куры свободного выгула, а есть несушки, которым посчастливилось меньше, они находятся в очень сжатых клеточном содержании условиях. И одна из очень частных норм большой истории с устойчивым развитием, в частности, связана с тем, чтобы покупать продукцию у более устойчивых поставщиков. Таким образом, мы будем отдавать все большее предпочтение тем производителям яиц, которые работают с несушками вне клеточного, свободного выгула. И это тоже экологический проект. Получается, это такая отдельная большая работа с поставщиками еще должна быть. Конечно, это очень частный пример маленького кусочка огромного ассортимента, с которым работает компания Метро. И таких частных проектов очень много. Из них складывается целая среда, целый блок проектов, связанный именно с устойчивым развитием в баинге, в качестве, в операционной истории, в логистической цепочке, в коммуникациях, в работе с обществом и в кадровой истории. И таким образом, мы весь бизнес затачиваем к целям устойчивого развития. Получается, все равно это, как и эксперты многие рынка считают, что вот такие инициативы пока выглядят очень-очень такими дорогими. А вот как этот баланс соблюсти, чтобы и экономическая составляющая не пострадала? То есть, условно, наверное, кур в клетках держать гораздо дешевле, чем предоставлять им выгул. И чтобы вот все-таки это устойчивое развитие сохранилось и не погасло на этапе, когда, например, обсуждается и поставщик говорит, да ну, я это делать не буду, ну, как бы это для меня дорого. То есть, как вот этот баланс найти? Может быть, есть пример из других стран, где-то уже, так как метр большая компания, может быть, где-то уже что-то внедрили подобное, и вы на это, например, как-то ориентируетесь и можете приводить, как пример, например, в диалогах с поставщиками тех же самых. Что-то можете такое привести? Да, есть две составляющие устойчивого развития. Это игра в долгую. Это на дистанции, это в перспективе. И принимая любое решение, мы должны понимать, что это инвестиция не в этом финансовом году, это инвестиция на многие года вперед. Мы кардинально меняем бизнес для того, чтобы он был более устойчивым. И когда бизнес претерпевает какие-то финансовые неприятности, сложности, либо какие-то перетурбации в текущем моменте, понятно, что компания не готова инвестировать во что-то колоссальное. Например, мы, как компания, пока не готовы перевести часть наших торговых центров на энергию солнечного источника, как делают, например, наши партнеры по ритейлу, но не продуктовому, например. Мы знаем кейс компании «Керри», и он очень интересный. Есть в метро страны, в которых есть торговые центры, полностью функционирующие на энергии из батарей солнечного типа. В России пока что это очень трудоемкий ресурсный проект, потому что перед нами, как организация, сейчас лежат другие операционные задачи. У нас есть задача инвестировать в цены, у нас есть задача инвестировать в ассортимент, делать коммерческое предложение более выгодным. А если говорить про долгосрочные перспективы инвестиции в устойчивое развитие, совершенно верно, есть штуки пока достаточно для нас неподъемные. Но есть маленькие проекты, которые не требуют больших инвестиций, но которые по чуть-чуть могут вашу компанию двигать в сторону выполнения ЦУР, цели устойчивого развития ООН, либо вашей локальной стратегии. И мы вот как раз таки за подход малых дел, когда маленькими проектами возможно идти более как-то поступательно и долго. Переработка материалов в торговых центрах и в офисе, более зеленый офис, какие-то инициативы наших сотрудников, которые реализуются без глобальных инвестиций и дальше уже начинают жить вместе с нами. Они не стоят больших денег, но тем не менее оно как бы существует. Частный пример. Группа компании разработала пакет рекомендаций для ресторанов, как сделать их бизнес более устойчивым. По сути, буквально, это выглядит как бумажный толкит, но не бумажный, в электронном виде набор рекомендаций. Операционно он не стоил практически ничего. То есть это набор экспертных выкладок, понимание того, что из нашего ассортимента готовых решений мы можем дать нашим клиентам в сегменте хорика, чтобы их конкретный ресторан, кафе, булочный и так далее были более этичные, экологичные, осознанные и так далее. И мы распространяем такой тулкит для наших профессиональных клиентов и заставляем таким образом задумываться на эту тему, потому что конкретные решения уже есть. Есть конкретная перерабатываемая одноразовая посуда, которую ресторан может использовать вместо пластика. Есть набор продуктов, которые более устойчивы. Вы можете закупать их вместо каких-то более сомнительных решений. И, по сути, эта инициатива ничего не стоит нам. Она не глобально меняет наш процесс взаимодействия с клиентом, а клиент получает новое знание, новый выбор с точки зрения закупок и, по сути, делает свой бизнес более устойчивым. Я склоняюсь к тому, что большие глобальные инвестиции должны, естественно, приниматься с осознанием того, что эта инвестиция на долгую. И для этого в целях устойчивого развития должны принимать участие все, от совета директоров до управления, до основных стейкхолдеров компании. То есть это не задача, реализуемая одним менеджером-инженером на локальном уровне. А с другой стороны, есть огромное количество маленьких инициатив, которые двигают нас без глобальных инвестиций на пути к более устойчивому существованию, более осознанному. И я скорее вот за эту практику, потому что нет у нас в России пока что ни одной компании, которая могла сказать, мы абсолютно экофрендли, мы абсолютно устойчивые, мы выполнили все цели на 100%. Это невозможно. И вот такие маленькие шажочки нас больше двигают к глобальным целям, чем большие разовые или долгосрочные инвестиции. Ну вот уже упомянули там, допустим, переход на солнечную электроэнергию. А как еще технологии могут помочь? Может быть, какие технологии могут помочь к этой цели еще ближе придвинуться? Здесь, опять-таки, нет одной технологии, которая сделает вашу компанию устойчивой в один момент времени. Если говорить про технологический скоп, надо брать зоны бизнеса. Переход на электронный документооборот ЭДА и современные решения в области интерпрайс-контент-менеджмента – это тоже технология, связанная с устойчивым развитием. Утилитарно, начиная от экономии бумаги, хотя мы знаем, не все системы электронного документооборота кардинально сокращают сразу оборот бумаги на производстве, но с течением времени, конечно, он сокращается именно за счет бизнес-процесса. СЭД – это решение в области, грубо говоря, более устойчивого использования ресурса. Если говорить про, в принципе, IT-прослойку управления, все решения, связанные с автоматизацией бизнес-процессов – это тоже шаг в более устойчивому состоянию бизнеса. Технологии, которые связаны с людьми. Инновация в области HR-процесса, например. Могу привести частный пример. Огромное количество человеческих ресурсов именно в HR-подразделении у нас тратилось на обычное общение с внутренним сотрудником, например, ответы на очень базовые вопросы. А как оформить справку? А как? Что делать? И так далее. Мы поставили HR-киоски по торговым центрам. Это интерфейс, через который человек может запрашивать и получать обычную стандартную информацию про HR-процессы. Мы сняли эту нагрузку с людей. Мы поработали с их загрузкой, с их… Ну, это не work-life balance, конечно, но это качественно поменяло тот формат работы, который у них есть. Они отдают подпочтение более интеллектуальным, более интересным, каким-то сложным комбинированным задачам. Это тоже путь в сторону работы с благополучием наших сотрудников. Это тоже часть большой модели устойчивого развития. И вот такие частные технологии, они во всех областях деятельности компании имеют место быть. От больших операционных историй, когда внедряется какая-то система в логистическом центре на платформе, например, когда меняется, например, оборудование, свет, холодильное оборудование или какое-то другое на торговой зоне, либо в офисе может какие-то частные истории применяться либо в хардовой, либо в софтовой сфере. Здесь все IT, в принципе, лежит в сторону того, чтобы делать нашу жизнь более устойчивой, оптимальной и минимизировать наши ресурсы. Такие эконом-варианты, как стать более продвинутым, при этом без глобальных затрат. Да, я верю, что устойчивое развитие – это set of mind, нежели это набор каких-то очень непонятных шагов. Это, с одной стороны, тяжело, потому что, когда человек начинает заниматься этой областью деятельности на предприятии, нет обычной модели, как тебе выстроить работу подразделения по устойчивому развитию. Это всегда проектная история, всегда очень индивидуальная. С другой стороны, это классно, потому что, меняя свой способ мышления, ты меняешь способ мышления своей команды, своих сотрудников, своих клиентов, своих партнеров и вот так вот являешься агентом маленьких изменений. Если коротко, то вот сейчас, допустим, ближайшие шаги, которые будут предприняты в это направление, какие планируются, может быть, что-то вот есть такое, не знаю, пока не на, допустим, не на прям в реализацию, на подпись, а вот что-то вот хотелось бы сделать. Что по стратегии у вас сейчас в фокусе? У нас сейчас идет очень большая работа в Метро-России по небольшой реорганизации того, как именно Метро-России будет отвечать на глобальный вопрос устойчивого развития. С точки зрения управления у нас формируется комитет по устойчивому развитию, команда лидеров в области устойчивого развития. Но есть проекты, которые, грубо говоря, они были запланированы ранее, и сейчас они просто наберут оборот. Мы работаем очень сильно в области устойчивого ассортимента. То есть есть ряд проектов, связанных с тем, как мы работаем с поставщиками, как мы выбираем ассортимент, ключевой, который мы предлагаем в наши ключевые группы клиентов, в рестораны, в независимую розницу, в офисы, ну и для частного пользования. И мы работаем над тем, чтобы в компании был сформирован кластер ассортимента, специально выбранный, созданный по целям устойчивого развития. Не смогу вдаваться сейчас в подробности, но это большой объем работы и фокуса внимания, который сейчас в организации есть. Ну, я думаю, что мы дождемся того времени, когда это все-таки реализуется, мы это все увидим своими глазами. Спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня. Пожалуйста, я надеюсь, что я не звучал как член какой-нибудь секты, но, по крайней мере, чуть-чуть удалось пролить свет на эту область. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok